Сегодня я хочу поговорить с вами о масле. Когда я говорю о масле, я говорю об обработанных и рафинированных маслах, таких как сафлоровое, подсолнечное, оливковое, рапсовое, грецкое, льняное, кокосовое, и это лишь некоторые из них. Таких масел существует много. Мы не поклонники этих масел, потому что это не цельная растительная пища, это рафинированная и обработанная пища, которая наполнена пустыми калориями и безумно питательная. Что значит, когда вы употребляете масло, вы получаете не самую большую отдачу от своих потребляемых калорий, вы наоборот получаете прямо противоположное. Масло олицетворяет победу маркетинга над наукой. По сути, нам просто промыли мозги и продали до смерти идею о том, что нам нужно оливковое масло для наших сердец, для наших мозгов, для наших суставов, но реальность такова, что каждый из нас может получить весь жир и все масла, в которых мы нуждаемся. Когда мы сосредотачиваемся на растительной пище, точно так же, как мы можем получить весь необходимый нам белок из растений, мы также можем получить весь необходимый нам жир из растений. Вернемся к маслу. Почему его очищают и обрабатывают? Потому что в маслах нет ни питательной ценности, ни аромата. Масло в мире жиров – это эквивалент сахара в мире углеводов. В масле нет ни белка, ни углеводов. Практически отсутствуют витамины и нет минералов, о которых можно говорить. Также отсутствуют фитоуриенты, антиоксиданты, вода и пищевые волокна. Все это является определением того, что является пустыми калориями. Это просто стопроцентный чистый, неподдельный жир, идущий прямо к вашей талии, к вашим артериям. Вам не нужно… Давайте это в перспективе. Мы все согласны с тем, что сахар – это пустые калории. На одну столовую ложку сахара приходится 50 калорий, в то время как столовая ложка любого масла содержит 120 калорий. А значит, в фунте масла содержится 4000 калорий. Так что получается, что в столовой ложке масла содержится в 2,5 раза больше пустых калорий, которые вы найдете в сахаре. Давайте поговорим об оливковом масле, потому что мы так любим наше оливковое масло первого отжима. Для этого нам нужны 32 оливки, которые необходимо выжить, чтобы получить одну столовую ложку оливкового масла. 32 оливки, чтобы получить одну столовую ложку оливкового масла. Я бы предпочел, чтобы вы съели немного оливок, нарезав их, положили в свой бутерброд, в лаваш, на пиццу, в салат, поджарили бы их. Но давайте не будем употреблять в неимоверном количестве чистое оливковое масло. Это абсолютно не имеет никакого смысла. Аналогичная ситуация со всеми другими маслами. Ладно, ребята, вы поняли, что мы хотим свести к минимуму все обработанные масла и хотим максимально увеличить количество цельных растительных продуктов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова